Возрождение пострадавших чернобыльских территорий, развитие промышленного потенциала и медицины региона. Об этом сегодня шла речь в Гомеле. Президент встретился с активом области, с людьми, на которых запросто можно опереться, развивая эту часть Беларуси. Вложено немало усилий, чтобы вдохнуть новую жизнь в многострадальную гомельскую землю. Это было нелегко, но логика президента была простой. Гомельчане должны жить достойно. В итоге не запустили эти территории, наоборот, всячески развивают и поддерживают. Не потеряли производство, сохранили компетенции людей. Кстати, шаг за шагом создают именно комфортные условия для тех, кто живет и трудится в регионе. Подтянули медицину, создали мощнейшую базу европейского уровня. Такая социальная политика дает сегодня результаты. Подробнее Наталья Брёс. Это так совпало или все-таки задумано, знает, конечно, только сам президент. Но региональные поездки главы государства и его обстоятельные разговоры с областными активами венчает именно гомельщина. Сказать, что внимание к области по остаточному принципу, язык не повернется. Да и гомель сам не в отстающих. Гомельская область – это примерно пятая часть страны и пятая часть промышленного потенциала Беларуси. Но говоря об этом южном регионе, мы в первую очередь вспоминаем не столько мощь местных предприятий, сколько особенный нрав и радушие полишуков, более теплый климат здешних мест и, увы, трагические события техногенной катастрофы. Я так думаю, что все вот эти катастрофы случающиеся, они, наверное, как-то больно-невольно сплочают. Тогда, наверное, все были в шоке, и правительство, и ученые, и медики, потому что это был шок из-за незнания, незнания того, что будет дальше. Гомель был на грани эвакуации. Тяжелый груз чернобыльских последствий в большинстве своем лег на гомельщину. Казалось, здесь нет будущего. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть родные места. Многие гомельчане и сегодня делятся своими воспоминаниями, как тогда пришлось непросто. И страхи за себя и родных, и переезды – все с нуля. Это истории жизни и истории о том, как к жизни в этих местах возвращались. Спустя более трех десятилетий не стыдно смотреть людям в глаза. Поднимали, как могли. Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать, как у нас принято было тогда говорить, последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные. Не только потому, что у нас не было средств на то, чтобы тогда жить и существовать. Проблема заключалась еще и в том, что мы не знали, как сделать лучше. Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, где-то еще по каким-то причинам. Но я для себя принял решение, что этот процветающий, красивейший уголок не только нашей Белоруссии, но и Европы, планеты нашей, должен жить и существовать. Мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы. Потому что я считал, и тогда считал, что очень трудолюбивые и порядочные люди живут на Гомельщине. И их нужно поддержать. Было непросто принимать решение по постчернобыльским регионам. И я помню тогда, вырабатывая тактику, мы немало сделали для того, чтобы вас убедить в том, что здесь надо жить. Что вас нигде не ждут. Что там, куда вы уедете, и даже куда вас зовут, будет не лучше. И вы меня послушались тогда в большинстве своем. А те, кто уехали, кому посулили хорошую жизнь, в подавляющем своем большинстве вернулись обратно на родину. Наверное, один из важнейших участков моей президентской работы, вы это помните, возрождение Полеси. Начиная с тех самых 90-х и по сей день президент взял за правила. Ежегодно бывать на юге страны. Не из кабинета смотреть на регион, а в полях. Ведь только так можно понять и почувствовать, как возрождаются территории. За эти годы здесь научились выращивать чистую продукцию, не перестали строить дороги, газифицировать города. Сделали все, чтобы за высокотехнологичной медицинской помощью не нужно было ехать в Минск. Не забросили предприятия, а наоборот, всячески помогали и поддерживали их обновления. Сам Александр Лукашенко каждый год 2-3 недели обязательно живет на юге. Прошло больше 20 лет. Наверное, в этом зале мне нет необходимости, как тогда, убеждать вас в том, что мы поступили правильно. Мы спасли Гомельскую область. Почему я принимал тогда такие рискованные решения? Я видел, как многие наши политики сделали себе карьеру на Чернобыльской катастрофе. Только ленивый тогда не говорил о том, что Чернобыль – это моя боль, и требовалось что стеробить. Но никто не предлагал, что же надо делать. И я твердо решил, что мы должны делать конкретные вещи для того, чтобы люди нам поверили. Ходить по Минску, уютному, чистому, красивому, я тогда об этом часто говорил, это не наш путь. Многие вопросы по чернобыльской проблематике мною принимались и решались в Гомельской области. И несмотря на чернобыльские события, Гомельская земля не сильно-то радовала плодородием. Хоть и стараются, но урожайность не чита тому, что есть в западных или центральных районах страны. Выжить из этой земли больше можно, если приложить руку. Поручение вплотную заняться мелиорацией для нового губернатора, а Геннадий Соловей год на посту, актуально. Надо в правительстве рассмотреть вопрос мелиорации прежде всего и Гомельской области. Эти земли нужно спасти. Они дадут вам хорошую прибавку, хороший урожай. Поле для деятельности у губернатора самое широкое. А ведь пока прибавляет село на Гомельщине не так сильно, как хотелось бы. Нужен четкий план действий. Окончательно определиться, за какие культуры браться и куда двигаться. Нам надо выработать программу, конкретную программу. У нее будут определенные особенности в плане возделывания культур, которые здесь могут произрастать на этой земле. Может здесь надо, не может, а точно усилить мелиорацию. Об этом сказал одно из направлений. Надо подумать о том, как мы будем поливать овощи, фрукты и прочее. Может даже и зерновые травы и так далее. Надо выработать программу отдельную возрождения села на Гомельщине. Если мы за будущую пятилетку выработаем ее преодолеем это, Гомельщина будет существовать и жить. Без деревни, без земли, без сельского хозяйства. Несмотря на ваши гиганты, наши гиганты, Гомельмаш, БМЗ, Мозорский завод там, фосфорный этот комбинат и так далее, жизни здесь не будет. Пресс по вопросам АПК будет серьезный. Тут президент видит резервы, ведь спрос на продовольствие в мире только растет. Все, что дает сегодня земля рачительному хозяину, в итоге становится живыми деньгами. У вас самые тесные связи с нашими братскими республиками, России и Украины. Надо этим пользоваться. Не буду говорить как. Вы видите, что на Бранщине там, Смоленщине и дальше я уже говорил о России, тем более в Украине. Надо этим пользоваться. От продажи сельхозтехники до поставки продовольствия. Сегодня прочитал, в Украине на 20% рухнуло сельское хозяйство. На 20% из-за того, что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год у них очень сильное падение. Но подставьте плечо. Они же платят за это. Продайте туда свою сельскохозяйственную продукцию, продукты питания. Они будут в цене. Кстати, в особой цене из-за этой пандемии и закрытых границ оказались и родные места. Многие шутят. Вот так научились родину любить. В этой шутке и горечь ограничений, и правда жизни. Ведь каждый из нас открыл для себя раньше неизведанные дома места. С вирусом справляемся. Здесь по-прежнему говорим с осторожным оптимизмом. Но кто его знает? А вдруг вторая волна? Лучше поберечься. Многие сейчас белорусы увидели, что они все победили, ринулись опять на берега. В Турцию, Египет. Туда, туда, в пекло, где сегодня еще болеют люди. Мы никого не держим. Поезжайте. Но знайте, что вернувшись оттуда, вы попадете в карантин как минимум 10 дней за свой счет. Поэтому я вас прошу. Побудьте этот год дома. У нас хватает санаторий. У нас хорошая природа. Отдохните здесь. Господь нам подарил такую погоду. И прохладно. Уж сейчас через пару дней будет прохладно. Потом через пять дней будет жара. Особенно в Гомеле. Ну и скупайтесь здесь. Последние годы гомельчане не сидели сложа руки. В жизнь воплощали очень даже амбициозные идеи. Строительство горно-обогатительного комбината на Петриковском месторождении. Ну, почему не получать пользу от недр? Модернизация Мозорского НПЗ. В итоге выход востребованных нефтепродуктов куда больше. Создание техники нового поколения на Гомсельмаше. Выпуск продукции на Светлогорском ЦКК для себя и на экспорт. Модернизация металлургического гиганта и предприятий деревообработки. Даже если по отдельности серьезные проекты и все вместе – настоящие точки роста для региона и страны. Было бы это реальным, пойди президент на бездумную приватизацию, поддавшись неслабому давлению извне. Промышленность региона тогда в середине 90-х и сегодня небо и земля. Хотя есть над чем работать, мягко говоря. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко, ни валко. Вокруг БМЗ, Мозорского НПЗ, Гомсельмаша, других крупных ваших заводов, в том числе фосфорно, крутились сотни жуликов. Чтобы вы знали, в 90-х предприятия нашей страны были уже разделены. Что-то своим, кто во власти был, что-то в основном в России немного западники. Все было поделено. И если бы тогда вы не рискнули, избрав президентом нынешнего президента, уже давно это было в частных руках. И гарантирую вам, что на Гомсельмаши, к примеру, мы бы уже не говорили о том, что там надо выпускать современные комбайны на газомоторном топливе. Мы возродили не только Гомсельмаш. У этого предприятия много проблем, я знаю. Только свет начал загораться в их окнах на Гомсельмаши в этом году и в прошлом году. Но проблем еще много. Но они делают самые современные комбайны. Это я знаю лично. Потому что по каждой марке комбайна давалось мое поручение, и я их проверял в поле. Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности. Да, хватает проблем. Да и мировая обстановка нам не сильно в дугу. Но ведь сохранили производственные школы, компетенции. Главное, людей. Те, кто пишет новую историю, например, этой промышленной площадки. Сначала, конечно, на бумаге, а потом и в поле. Конструкторы, разработчики, испытатели новых машин знают – нет предела для совершенства техники. От кормоуборочных машин до тех самых упомянутых президентом суперкомбайнов. В Китае уже сотни тысяч грузовиков ходят на сжиженном газу. Это чистая энергия, потому что по выхлопу она соответствует тому, что двигатели имеют в Европе. То есть это стейдж-5. К тому, что нужно мобилизовать, силы в канун уборочной здесь привыкли. Но в нынешнем году увеличили мощности выпуска не только поэтому. Спрос на наши комбайны пошел вверх. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Из-за пандемии многие мировые автокузницы ушли в спячку. Белорусские машиностроители не теряли время и налаживали контакты на новых рынках сбыта. И Российская Федерация оживилась, и предприятия сельхозпроизводителей Казахстана, и рынок запчастей очень сильно ожил. Здесь наблюдается очень большое количество заявок. И сейчас наша задача своевременно их обеспечивать. Ну, нельзя обойти вниманием, конечно же, новые отгрузки в Молдову, в Армению, в Зимбабве. В разговоре с гомельчанами президент признается, и по сей день приходится отбиваться от тех, кто поглядывает на лакомые куски белорусской госсобственности. Грозя в случае несговорчивости проблемами на рынках. Вот в чем соль. Приходится держать напор, в том числе и ради тех, кто сегодня живет на этих землях. Ради полишуков. На этом историческом фото встреча на Полесе еще в далеких 90-х, когда людей будоражили идеями о создании чуть ли не Полесской республики. Но молодому президенту поверили, сохранить единство в стране удалось. Пожалуй, тот большой кредит доверия движет Александром Лукашенко и сегодня. Лишь только потому, что мы смотрели на развитие своего, своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы небогатые. Вы не олигархи российские. Я это прекрасно понимаю. Мы не такие богатые, как они. Но мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле. Если бы мы такую политику, социально ориентированную мы ее по-научному называем, народную, не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы, как обычно, здесь совещания и собрания другие люди. Ну, если бы еще, конечно, такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, ходили бы без штанов и запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на Чернобыльской земле, выдержали. Сегодня они хотят, я бы не сказал, сегодня заменить власть в Беларуси. Все, надо расшатать. Время действительно непростое, но все сошлось. Электоральный период, борьба с пандемией и со шлейфом ее экономических последствий. Президент не устает повторять. Ну, давайте не будем расслабляться, наоборот, соберемся и поднажмем. Особенно на внешнем контуре, ведь больше половины того, что выпускают гомельчане, идет на экспорт. Говорили и об этом, и о том, что касается каждого в области. И от Великой Отечественной войны, и от Чернобыля, и период перестройки. Это была дана оценка всем поколениям, всему сплаву, который выполнил свою работу с оценкой «отлично». В чем была подчеркнута и социальная сегодня сторона нашего государства. Возможность бесплатного медицинского лечения, возможность питания детей в школе. Вот этот сплав всех поколений, они дали сегодня этот результат. Сегодня можно с гордостью сказать и о восстановлении тех чернобыльских земель, которые прошли с 1986 года. И о плодородии, которая сегодня уже спокойно и стабильно развивается. И о агропромышленном комплексе. Здравоохранение на гомельщине свидетельствует о том, что здравоохранение здесь на высоком уровне. И мы можем, имеем возможность, и готовят таких же специалистов. Закаленные люди. Это точно можно сказать о жителях гомельского региона. После всех испытаний, которые выпали на их долю. Время показало, как бы не было сложно. Только вместе и только сообща можно выдержать любые перипетии. Наталья Бреус, Алексей Мартиненок, Анна Ковалева, Николай Рузавин, Николай Лошкевич и Алексей Юнош. Агентство Тельновостей.